Жертва новичка потребовал у России 1 миллион евро. Британец Чарльз Роули, пострадавший от нервно-паралитического вещества новичок, планирует отсудить у России 1 миллион евро. Об этом сообщает Эмиро. Указывается, что Роули нанял адвоката и хочет подать в суд на Россию. Пострадавший рассчитывает на компенсацию в связи со смертью от отравляющего вещества его подруги Дон Стерджес, а также серьезными побочными эффектами от новичка для его организма. Это очень сильно повлияло на мою жизнь. «Я требую справедливости», — объяснил он. По словам адвоката-британца, самое большое беспокойство у него вызывает утаивание правды. «Есть еще так много вопросов без ответа, и именно поэтому он поручил нам, чтобы помочь ему получить эти ответы», — подчеркнул он. В апреле Роули встретился с российским послом Александром Яковенко. Он хотел получить информацию о произошедшем в Эймсбери и Сулсбери, которую им не предоставила британская сторона, а также попросил встречи с президентом России Владимиром Путиным. До этого он писал главе государства письмо, в котором попросил передать Великобритании подозреваемых по делу Скрипалей. Роули и Стерджес нашли флакон с остатками новичка в Эймсбери в июне 2018-го. Женщина приняла бутылочку за духи и брызнула на себя жидкостью. Роули прошел длительную реабилитацию, но утверждает, что его здоровью нанесен большой урон. Стерджес скончалась. Ранее от новичка пострадали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия обвинила в произошедшем Россию и назвала имена предполагаемых виновников произошедшего Александр Петров и Руслан Баширов. По данным ряда СМИ это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Кремль отвергает все обвинения Лондона.